Когда-то, уже 50 лет тому назад, я работал в Москве в третьем медиинституте, был там заводелом, но не по медицинской части, а по поводу компьютерной реорганизации всего института и учебных программ там. Но это не относится, конечно, к нашему вопросу, но относится немножко, потому что, будучи таким начальником, со мной вместе на этаже, где начальство было, был кабинет завкафедры психиатрии, профессор Матвеев. Я даже не знаю, конечно, жив он или нет, прошло 50 лет. В любом случае, он был довольно известным психиатром, организовал, создал серьезную клинику номер 15 на Каширском шоссе в Москве, большое здание и прочее. И мы с ним были немножко приятели, ну чуть-чуть, конечно. И вот в силу того, что советские власти нередко обвиняли неугодных лиц в психических заболеваниях, и даже диагноз был придуман, исключительно в Советском Союзе был придуман диагноз, который называется вялотекущая шизофрения. Это под диагноз попадает любой человек. Даже слово вялотекущая говорит, во-первых, неизлечимо, во-вторых, он не опасен, а любой человек, как правило, не опасен. Поэтому берешь любого человека, объявляешь его, что он шизофреник, на уровне вялотекущей шизофрении. Обычно под это проходили люди, которые умерли отношение к какой-то религии, люди-диссиденты, люди, которые инакомыслящие, так называлось, то есть, короче, которые умели думать самостоятельно, а не так, как партия приказывает. И их могли сажать в тюрьму тоже, но когда не за что было посадить, то лучше всего было их приписать им, этот диагноз, и все. И тогда, в случае неудворительного поведения, сажать психушку, так это называлось. И это было чревато тем, что принудительное лечение, то есть, вкалывали лекарства для психически больных в здорового человека. И нередко многие, которые выходили потом из этого, все-таки их там не держали слишком долго, они были по-настоящему больные. Это ужасная практика, и это было очень популярно, скажем так, в Советском Союзе в 70-е, в 60-е, 70-е и 80-е годы 20-го века. Надо знать это. Вот этот профессор Матвеев, психиатр, я хотел услышать неформально, все-таки мы приятельствовали с ним. Как же определяется шизофрения, и как можно приписать человеку, есть же определение, определение должно определить, или ты относишься к этой категории, или нет. Так он сказал, что никакого определения о шизофрении нет. И наилучшее определение, неформальное, но наилучшее, это неточное, но оно дает суть шизофрении. Это жизнь в бреду. Это значит, что человек не может оценить окружающий мир правильно, он не понимает его правильно, у него есть разные поведенческие отклонения, он может подозревать, потому что он не понимает, что происходит. Он может сердиться, он может вести себя отстраненно, то есть просто не быть частью общества. Это определение шизофрении. Это, конечно, беда, болезнь не имеет лечения, но есть те или иные средства иногда приглушить опасное поведение. А если поведение не опасное, то лучше всего человека не трогать. Но опять я здесь не сижу в кресле врача, никаких советов не даю, а просто хотел поделиться с вами некоторым жизненным опытом, даже в этой области. И с тех пор вот это определение шизофрении помогало мне как-то общаться с больными людьми, которые иногда приходили советоваться или понимать их лучше, или давать совет не самый плохой и так далее. Теперь переходим к вашему вопросу. Из определения шизофрении видно, что ее определить точно нельзя. И если человек ведется более-менее адекватно, то он не может быть освобожден от заповедей Торы. Мы говорим сейчас только о евреях. Евреи, которые должны выполнять заповеди Торы. А человек адекватный, но он немножко странный, он немножко не такой, как все. Это еще не повод. Поэтому у нас в наших законах, в Талмуде и в Шурхана Рухе есть некие определения психически больного человека. Не обязательно шизофреника. А именно, ему дают возможность сделать обычные действия, которые обычный человек легко делает. Например, дать ему 100 шекелей, 100 долларов, 100 рублей, 500 рублей и отправить в магазин. И сказать, пойди, например, в булочную и продают хлеб. Купи такой-то хлеб и принеси сдачу. Если он правильно понимает, что он принес, правильно понял, куда надо пойти, правильно понял, что надо попросить, и понимает, что такое сдача, и правильно ее принес, значит, в этот момент он находится в ремиссии. Он адекватный, хотя он больной. Так вот теперь к вашему вопросу. Если человек в ремиссии, на ходе ремиссии, это ослабление течения, и ведется относительно адекватно, он еврей, у него есть душа, то надо выполнять заповеди столько, сколько он может, сколько он научился и так далее. Если же он находится в периоде обострения, то есть очень неадекватен, не понимает, что вокруг происходит, если отправить его в магазин, он не пойдет ни туда, куда нужно, не поймет, что такое сдача. Если ему дали 5 рублей и 2 рубля надо заплатить, то он не поймет, что нужно 3 сдачи. Есть еще некоторые такие проверки, то тогда он освобожден от митцвуд. Теперь второй вопрос. Какой смысл в моих поступках, скажет такой человек, наверное, уже не во время острого состояния, а во время ремиссии, он же понимает, и он помнит, что он был неадекватен. Он спросит, ну зачем моя жизнь? Я ввелся неадекватно, я не понимал ничего, я не различал добро от зла. Так какой смысл в моих поступках? Во время обострения мы говорим. Ответ такой. Каждое действие, которое делает человек, если оно связано с правильным выполнением Торы, законов Торы, даже если он не с тем понимает, но его действия неправильные, это все равно вносит в мир определенное улучшение. И, соответственно, это улучшение вызывает благословение на этого человека. Поэтому такой человек, он может с неба вниз как бы спустить благословение и на окружающих, и на себя. Поэтому мешать ему не надо, если он соблюдает. А я видел в некоторых синагогах, в еврейском мире вообще по-доброму относятся к людям. Есть нередко больные, им ничего не делают, над ними не смеются, как правило. Если он ведется адекватно, даже могут вызвать Торы, то есть оказывают ему почтение, уважение. И нужно знать, что его жизнь не бессмысленна. Единственное только то, если у него обострение, к нему нету претензий. Он может это выполнить, а вот это не выполнить. Ну что с него возьмешь? Но все, что он выполнит, это идет в плюс. Такого человека нельзя понукать, нельзя заставлять, нельзя естественно как-то смеяться над ним, оказывать давление психологическое на него. Ничего, живет и все. Стараться обеспечить ему больше радости в жизни. И тогда на всех нас точно придет благословение. Всего доброго, до свидания.